Добрый вечер. Добрый. Видно? Да. Слава Христу. Ну, полегшило маленько? Да. Думаю, я учу всю неделю. Прямо приступы такие сильные, страшные. Такого не было или у тебя это постоянно? Да ну, периодически так. Через месяца два-три случается. А ты воображение свое всегда развивай. Воображение это первое качество лидера. Что будто бы таким Бог и создал человека. И положено ему болеть. Я это все перенесу. То есть, все понизу бери. Как будто бы так и надо все это. Еще другого ты не знаешь. Бегал, прыгал. Это все там. Козлы тоже прыгают по горам, да падают. Ну, я уже привык. Я даже не обращаю внимания уже. Спасибо, Господи. Я корчит. Я просто говорить не могу. У меня сил нет. У меня легкие сжимают. И все. И голос пропадает. А так я и на форумах общаюсь. Так, давай одно дело мы обсудим сходу. Вы выразили желание улучшить наш там, чтобы, как говорится, рекламу о форуме дать. Вот. Я вам в прошлый раз сказал. Я сделаю вторую копию. Резервную. И вас, надеюсь, поставлю хозяином. Я вам сообщу пароль. Вот копию такую же дам. И там вы теперь уже полностью будете, ну, что нужно даже. Пересылать на меня вопросы или как-то. Какой вариант такой подходящий или нет. Вот сейчас администратор мне сообщил, что копия сделана. Ну, а копию сделать ей надо одна только резервная в сжатом виде. Надо, видимо, полностью создать форум второй. Ну, и пароль, конечно, другой. И дать вам. Как? Ну, я говорить ничего не буду. Я просто установлю и посмотрю, как пойдут дела. Я просто форумами никогда не занимался. Установить я сам смогу его. Но как там дальше дела пойдут, я уже не могу. Потому что я сейчас активно занимаюсь разгрузкой форума. То есть я сейчас иду с предложениями по таким известным сайтам, то есть где идет начинка вашим голосом. То есть я предлагаю этим сайтам, а не крупнейшие сайты, то есть поставить ссылки на вас. То есть на ваш форум. Чтобы они себя... Ну, ладно, Сергей. Так, чтобы в эту сторону не уклониться, хорошо. Я это тормозну. Вот как сказал, так и делай. Пока. А дальше будет видно. Вот. Потому что я чувствую, я вот дал объявление. Ну, головы не работают. Более сильные головы не работают. Так что я могу там немного заезжать непонятно никуда. Вот. Я, в общем, свидался. Есть сайт такой, самый известный в интернете, на который обращается более всего людей. То есть читать или слушать Библию. Вот. На сайте на этом выставлено 10 книг, начитанных вашим голосом. Вот. Я ему писал, что я вот по поручению Игнатия Тихоновича, вот у вас на сайте выставлены его файлы. Они вам пишут, передайте сердечный привет Игнатию Тихоновичу. Вот. И пишут, в планах есть переработка, проигрывание аудио Библии с выбором записи. То есть, чтобы те, кому нравится Игнатия Тихоновича, могли слушать все книги в его исполнении. То есть, сделать отдельно, прямо вот, отдельно такой сайт будет с вашими, конкретно вот, начинкой Библии. Далее они пишут, мы можем на ваших, на вышеуказанных страницах, то есть они приводят мне ссылки, страниц, добавить ссылку форума. Вот. То есть, они согласились. Это очень большой плюс, это даст очень большой приход, ну, безбольшой форума даст. Вот. Далее они пишут, мы также с своей стороны готовы помочь вам предоставить место на диске под файлы для отсылок прямым скачением, без использования Яндекс.Диска. Это о чем говорит? Они дают место, то есть они платят за него, за это место, они дают его бесплатно нам. Вот. То есть, бесплатный кусок такой, да, это, чтобы мы могли там разместить файлы, ваши аудиофайлы. Вот. И люди могут просто по прямой сути прям нажимать и слушать тут же. Вот. Не то, что там скачивать их куда-то там, а сразу прям слушать могут. Вот. Дальше они пишут, приводят статистику, опять же, видимо, собрали специальную статистику и говорят, я думаю, вам интересно будет это. То есть, это, ну, не насколько уж часто встречается, вот они приводят такую статистику, примерно за 8 месяцев файлы Игнатия Тихоновича слушали, так, сейчас 1 миллион 550 тысяч 735 абсолютно уникальных человек. То есть, это получается, в год слушают около более 2 миллионов уникальных человек. То есть, это как человек заходит специально ежедневно и слушает, слушает ежедневно Библию. Вот. Это уникальные, называются люди такие. Вот. Было 2 миллиона, это опять же, за мой все месяц, было 2 миллиона 357 тысяч 420 обращений к файлам. Ну, вот, в общем объемом 1765 гигабайт, это целый у вас, который карамок, вот этот черный лежит, да, вот, это на 2 карамка таких вот целых там, ну, огромное пространство, в общем. За тот же период скачали некоторые книги целиком. Это 2741 человек. Это, то есть, люди будут теперь на самом компьютере вот эти 2000 человек, почти 3000 человек, будут, опять же, слушать на самом компьютере ваш голос. То есть, статистика, вот, может быть, с одного сайта только, а этих сайтов, таких там, десятки. То есть, вы представляете, сколько людей вот слушают сайлы. То есть, сейчас, сейчас, как говорится, нужно давать вот больше рекламу, чтобы вот эта вот вся информация, вся вот эта вот, прям, заблудила она. Потому что людям нравится, в общем. Вам надо обязательно зайти, обязательно, Сергей, на сайт, что-то завякал. Что-то завякал. Завякал. Так, чтобы голос не... Видишь, он у меня дуфирует сначала, посмотри, что-то. А. А. Нет, это все нормально, у меня все хорошо, это у вас проблемы. Как же так? Ну, ладно, это. Дать знать, когда там будет работа или что, что это всего лишь примерно одна двадцать пятая часть того, что начитано. Это две книги, которые они берут, Библия, Архипелаг. А у меня-то пятьдесят книг начитано, которых нигде больше нет в Мировой сети. Я вам привожу, представьте, это я в статистике только с одного сайта, это сайт Библии онлайн, они больше ничего, никакой информации не выставляют, только Библию конкретно, понимаете, как, то есть, Ветхий, Новый Завет, больше они ничего не ставят. А Библия, то есть, а вот, допустим, сейчас мы начитали, вот только закончили видео, у нас просили видео, Евангелие с толкованием, Евангелие от Матвея. И вот-вот администрация сказала, будут ставить, заканчивать наши миссионерские, выставляли ролики, и начнется это выставление. Им это не надо с толкованием, с комментариями? Это можно предложить, конечно, почему не надо, я же не буду за них говорить, они, может быть, и пойдут на это, надо поговорить с ними просто. Вот сказать, видео, это Евангелие от Матфея мы насчитали, с комментариями и толкование блаженного эфилакта. И одновременно, после этого мы насчитали толкование откровения Иоанна Богослова, это вообще по всем святым отцам Православной Церкви. Это громадный материал, три года его обрабатывал отец Геннадий Фаст. И мы вот закончили, читал Володя, а я кое-где комментировал, но очень редко, там комментировать нечего. Да, вот надо с этой информацией идти по всем сайтам, потому что ссылок-то много в интернете, в общем, ссылок-то много, но они разбросаны, не пойми где и не пойми как. То есть люди, можно сказать, не знают ничего. Вот, надо конкретизировать вот так, когда. Ну, это работа, работа много, конечно, надо заниматься просто. Людей, людишек, людишек не хватает, ровно, как говорится, времени. Ничего, может Богу, даст, получится. А те стирки-то на Вас не выходят больше? Дудин? Да нет. Что он там? Что он там надул дудку-то? Я тебе, да, считал сколько. Я думаю, что если его болезнь будет увеличиваться, а не исцеляться, он может начать задумываться. Да ну, как, Инотихович, ну, вы же сами прекрасно знаете, сложно что-то видеть, он вроде дёрнулся, дёрнулся. Но, главное, причин никаких нет, абсолютно никаких. Не против его я не погрешил. Но остальное это ему, какое дело до того, где я? Я переписываю с мусульманами, с сектантами, с баптистами. И вообще вот такие вопросы не ставятся. Они каноны вообще не признаются. Но, однако, мы берём доброе друг от друга, даём, они желают слышать, притом очень желают. Ему-то дёргаться вообще не из-за чего. Это он, ну, у него не хватило у Мишки, что найти более подходящий какой-то предлог или что-то. А он сунулся на самый монументальный во мне стих. Седьмой Вселенский собор, седьмое правило. Да тут кому непонятно, что ему тут не сдвинуть никак. Там вообще обо мне ничего нет. Соблюдаю я его, не соблюдаю я его не могу соблюдать. И не соблюдать не могу. То есть он для меня совершенно постороннее правило. Оно касается только епископов. И тот конкретно, когда закладывают храм. Вот вообще. С чего ради он его сляпал? Видно, то ли стыдно стало, или чего. Он начал буйствовать, просто буйствовать. Хулиганить. Ну, как сказать, надо же занять какую-то позицию. Не оставаться в подвешенном состоянии. Вот он и попытался с какой-то стороны приступить. Вот ему надо занимать позицию на вашей стороне. Или на стороне выступающих против вас однозначно. Да. Удал это, значит. На мне сыграли слова Христа. Кто не со мной, тот против меня. Потому что у меня все абсолютно поставлено на библейской основе. И поэтому, если уже пошел он, ему уже никак нельзя, говорит, стал принимать все, что Святая Церковь Вселенская установила. Он принимает каноны толкования святых отцов. И вот это мнение священников, епископов уже будет не на первом месте. Ну, так что он, в принципе, ну как, мы с ним беседовали часа полтора. Мы там, ну, вроде бы, как договорились, он вроде как с прилогом меня отклонить от... Он только сейчас должен, только в этом направлении. И опять же, скажи, ты у чужого пирога, своего-то ничего нету. Ты сам начинай трудиться-то. Вот я бы кого-то от кого-то отвращал, я вообще не понимаю, как это можно. Никого даже еще не знаю. Да ты разве успеешь это сделать-то? Разве такие махины трудились против-то, и никого нигде нету? Бог все сметает с пути, ты что делаешь-то? Ты детей осиротил, скажи. Куда ты лезешь-то? Только кости хрустеть будут. А то крестница Божия идет-то. Ты что, поп, сдурел совсем? Ну, он не с больными, намерениями. Он, как бы, предупреждает меня, что могу попасть под большой опасность. То есть пойти, как бы, как говорится, духовный такой. А вот его сейчас посадить и сказать. Ты эти слова говорил? Говорил. Ты уже подсудный, если ты не оправдаешься, ему никогда не оправдаться. Он ничего не может сказать. Его сейчас будет... Я судился, в судах у меня суды и были там с коммунистами. Он ни одного слова не может доказать. У него, под этими словами-то, никакого фундамента, основания, ничего нигде нет. Это моя личная жизнь. Как я понимаю, это никакого отношения не имеет, чтобы ты учил против, настраил у людей против. Ты уже грешишь. Грешишь смертно. Ну как, они стоят на той точке зрения, что вы духовный больной человек. Ну если так, в общем, фанатик, нездоровый. Скажи, а Господа считали здоровым или нет? Или апостол? На них говорили, эти всесветные возмутители опять пришли сюда. Назарейская ересь. А Христа что, вообще признали, что силой князя Бесовского Вельзиула? То есть как акцент стоит на том, что прелесть, в общем, такая у него, что путь себя превозносит. Вот смотрите, Сергей, слово прелесть, это любимое слово священника, везде, у них ничего нету. А почему? Чтобы вор кричит, держи вора, чтобы на него не пало. Вот в самой страшной прелести они находятся. Еще проще это понять. Господь говорит, не называйтесь отцами. Все дьяконы, все отцы. А ни одного не родил. Ну какой это отец-то? Отец только там, где Павел говорит, я родил вас с благовествованием. У нас очень хороший, близкий человек был. Ну его все мирские-то люди зовут его не отец, а говорит Александр Иванович. И наша одна сестра говорит ему, он хороший такой батюшка-то. Батюшка, а можно я вас буду называть Александр Иванович? Как он вскипел сразу же. Вот и все. Они уже привыкли к этому. Он говорит, прелесть, скажи, происхождение слова сначала узнать. Вы ответьте за слова «окормляете», «где окормляете». Я говорю, ты открой слова Иожигова. Слово «окормляет» имеет одно значение. «Обкормить» – «отравить». Я конкретно не помню, какие он слова говорил. Это я так от себя, а то я к нему сейчас припишу какие-то слова. Это я так тему просто поддержать. Поддержать, как говорится, он может и не говорит, а я говорю образно. Понимаете, не то, что там слова привожу подробные. Я говорю, скажите. Я вам расскажу единственное, единственное. То, чего не нравится. Не нравится, как говорится. И посетителям люди просто заходят, да, или прослушают, или проповеди, или видео прослушают. Да, ценная информация, ценная, конечно, но поменьше. Вот этого вот превозношения поменьше, я поменьше. Ну, 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 ну. И вот это вот режет. Я ему объяснял это уже, объяснял. Ему это не надо. Слово Божье запрещает мыхать, а говорить надо я. Павел говорит, я более всех потрудился. Зачем он говорит? А далее повторяет, подражайте мне, как я Христу. Я о ком буду говорить? Я попал в тюрьму. Как я должен выразить? Скажи, как? Я скажу, что Дудин попал в тюрьму, никуда он не попал. Нет, ну я попал в тюрьму, это, пожалуйста, может мне 10 раз не отсказать. Но я там книги написал, и вот это вот, вот это уже режет слух. И я там издал на 7 миллионов, и это уже, конечно, я там бесплатно раздаю. И я, и я. И это уже, конечно. Никак нельзя по-другому. Никак нельзя. Они даже не понимают. Я если прихожу в какое-то место, в течение, ну, самое больше 10 минут, нежданно, незванно, я должен переломить обстановку. И мало того, не просто так. А я уезжаю, чтобы здесь остался авторитет. Авторитет-то на книгах. Они даже не понимают. Ты написал икону, она икона вся на лицо. Здесь само содержание, можно ли доверять? Им нужен авторитет автора. Это не просто так. Одно дело сказал человек, который под ослышкой. Другое дело, когда он прошел это. Когда опыт жизни. Человек сразу доверяет. Вот наши приехали, ну, а я там на улице остался. Они даже, ну, книги, книги. Да им говорят, автор здесь. Как? Автор этих книг? Да, я захожу, а обстановка мгновенно меняется. У них нет нигде этого, что по слову Божию говорю, не по слову. Ему это все равно. Я ему неоднократно приводил все эти места. Апостол Павел тебе говорит, и когда я шел в Дамаску, меня сиял свет. Он бы сказал, мы шли в Дамаску. Да мало что шли. Я шел. Чего они их так трогают? Да потому что в этом свете, когда сравнивают они, они никто. Они не могут. Нам нельзя, нам не разрешают. Как не разрешают? Я говорю, я поехал, разрешаются везде, а вам не разрешаются. И все, они сели. А если бы я сказал, кто-то, где-то, тут бы они еще. Да ты сам попробуй. Тебе слова не дадут сказать. Я говорю, напрасно. Я вот сейчас слушаю, Рамзан Кадыров разговаривает, там, Максим. С ним этот, ну, который выступает там. Шевченко. А? Шевченко. Шевченко. Я вижу, что он неправильно разговаривает. Совершенно неправильно. Не надо никому подыгрывать. Истину нужно возвести сразу. А он с мусульманами, и Аллах Акбар кричит. С Андреем Кураевым беседует в другом месте. А Андрей говорит ему, что, ты понимаешь, ты мимикрией занимаешься, как он бабочки на стене в Лондоне. Меняет свет. Зачем тебе это? Ты говори, Иисус Акбар. Тогда можно. То есть Иисус велик. Это нам разрешается. И когда я им говорю, там ездили, там ничего нельзя. Я говорю, я там был. Я о ком буду говорить? Я там был. Я конкретно говорю. Вот дело, которое сделано. Его можно делать. Может, я сделал, вы сделаете. Все теперь. Путь открытый. Нет, ну вопрос еще такой есть. Вот я говорю, ну вот он, смотри, он сейчас вот обличает на право, то есть цепляются люди за то, и вот священник за то, что как он имеет право обличать, так прямо вот напрямую. А я говорю, ну, он ведь тут же приводит, допустим, смотри, раньше апостолы, там, в римские времена, да, никто никогда не ходил, не обличал. Я говорю, а в те времена род откроет, тебе тут же язык и отлетит в сторону. Да и раньше за что было обличать? Возьмем еще 150 лет назад, рус нашу возьмем, да, за что было? Люди все жили с семьями, все работали на земле, все носили городы, все молились, причем молились, какой супосуточный круг у них был, через каждые три часа молились. Все ходили в храм, даже неверующие, они прятались, чтобы скрыть свое неверие, прикидывались верующими. Все были послушны, все были покорны, за что их обличать-то было? А сейчас-то вот именно, что не хватает обличителей, особенно для людей, понимающих, чтобы, опять же, те же… Ну нельзя, вот в храм она пришла, вот она у нее, задница в дверь не пролазит, а она в обтягивающих штанах, и она не понимает вот этого, да. Нельзя же ей, там, ну, сказать на ушку, там, ты переодейся, там, ее просто надо выгнать в пинги из этого, из храма, так говорится. Вот, чтобы они не повадили, в следующий раз и другим было, ну, как, ласку можно об этом говорить, ну, или пьяным, там, с фахмелья зашел в храм с перегаром и идет на причине для причастия. Ну, я не знаю, как. Вот они считают, что, ну, я не берусь за всех, конечно, но считают сейчас мнение такое, что отталкивать нельзя людей. Надо как-то… нельзя вот использовать особо… ВИЧ надо побольше, ласки. У нас интересно, в интернете мне задают, скажите, а вот у вас, если заходит человек, женщина в брюхах, то вы ее выводите или нет? Я говорю, нет, мы ее не выводим. О, видите, вот вы правильно делаете. Я говорю, так не выводим-то почему? Потому что мы ее не запустили. Нам выводить-то некого. А у него у нас даже в деревне, не в храме, а в деревне, в брюках не разрешается быть. А они-то священники-то, они ничего не могут делать. Они от своей бездарности, безделья лопаются от злобы, когда я им говорю, ну, как же так, не можете сделать-то? Как же мы-то вот сделали, а вы не можете. Почему? К нам приходят, если бывает без платка, у нас специально приготовлены платки, мы дали. А если приехали срочно, им нужно попасть, а в брюках побежали, юбку принесли, переодели, уезжает она, переоденется. Ну, посторонние люди, не наши. Они ничего не могут, священники, только свидетели всех безобразий, какие совершаются. Они ничего, никакие не правила не могут. Ну, в брюках не надо, если дома она носила брюки, не важно, что в храме. Он должен объявить, ты попадаешь по 22 главу 5 стих второзакония. Мерзость пред Богом, это мерзавка. Ну и все, и сдохла собака. Они не могут ничего сказать, они боятся потерять паспу. Ему есть нечего будет. Я недавно в Басе, кстати, находился. Вот, он мне заказал иконы для храма. Он 4 года как положили. Он положили, он профессор был в институте. А сейчас служит уже 4 года. И я, по своей ноге, я не могу молчать. И вот не могу я говорить вот так вот ласково. Я говорю, что он добрый такой, я и не знаю, как он может. Я говорю, и даже прямо ругают на них. И не будет обижаться, не приходится. А как это будет иначе, как иначе нет. Ну вот он сидит в священнике, мы едем в машине, рядом у него матушка. А у нее вырез на груди, вырезано прямо к сиськам туда, ниже. Я говорю, что ж ты ее не заставишься. Как она воскрысилась, как она... Я говорю, вот ты все. У меня муж есть. Да какой он муж под каблучник? А он поп сидит рядом. Он бы тебя давно уже обуздал. Да разве это мысль моя делала так? Перед народом-то выходишь, зачем тебе груди показывают чужим-то? Ты болеть будешь. А они ничего не принимают. А кто сказал? А кто дал право? А кто Валаамова и Аслиса дал право обличать пророка? И написано, она остановила безумие пророка. Не сказано, что я как-то язычникам. Он пророк, и пророк Божий. Но совратился на деньгах, и он был убит потом. Ну, Аслиса заговорила человеческим голосом. И он с ней разговаривает так, как будто бы каждый день. А почему ты так? Не сказал, какое ты имеешь право меня обличать-то. Он же не сказал ей. А здесь нет так. Только, может, епископ говорил. А перед епископом сгорбатятся, как тараканы стоят. А ты, епископу-то, тоже скажи, что он не прав. Чего ты боишься-то? Мы на суд Божий предстанем. Если ты видишь человека, ты считай. Мы считаем 18 глава, 3 стиха из Икииля. И ты промолчал, то он умрет. А его кровь я взыщу с тебя. Но если ты говорил, а он и не принял словом, не принял, он умрет. Но кровь на его голове. Вот и все. Ради спасения своей души я обязан сказать, что он не прав. Вот смысл-то какой. Получается, как это сейчас даже Дмитрий Снегов называет православные ведьмы сейчас в храме. Они же что? Они же за это и радуют, чтобы не галили. Вот в штанах свечки не шептались, свечки не передавали. Они же постоянно всех вот так вот тыргуют и напоминают постоянно всем. И зудят. А людям вот не нравится этот вот. А людям как без этого этого нужно? Как без этого быть? Они, видимо, эти боги и богами богущими там. Что их медными и прозориями. У нас как-то приехал в гости священник один. Я сейчас не знаю откуда-то. Где-то из Омской там области вроде бы. Ну и батюшка ему доверил, чтобы он тут послужил. Батюшка там на несколько городов, да еще в Потеряевке был. И вот этот священник-то увидел, когда какой порядок, тишина, полное молчание. Он говорит, я так испугался, никогда такого, говорит, не видал. Вот как один человек все стоят. Я, говорит, боялся, что чашу уроню с испугу. Епископ наш приезжает и говорит, а я, говорит, нигде себя так не уверенно не чувствую, как у вас. Потому что какое-то у меня подвешенное состояние. Вопрос какой зададут. А мы обязательно остаемся, чтобы владыка ответил. А в других-то местах он бывает. У него спрашивают, вот отпевать, когда, на какой день. Все спокойнее, говорит. А тут-то люди спрашивают по Писанию. Епископ должен подготовиться к этому. Он к нам едет, как на экзамен на какой. Никак они не накладывают. У нас накладываются. У нас вот и наложенная Петемья там. Ну, батюшка уже на исповеди. У нас начинается, когда литургия верных, оглашенные изыдеть это. У нас в коридоре стоят люди, выходят они, чтобы алтарь не был перед ними. В притвор. У нас всегда это исполняется. Ну, батюшка, батюшка, не расскажет, хотя бы минимально. Вот, хотя бы как-то наказывать народу. А как наказывать? Про нас говоришь? Наказать, вот там, за блуд, там, хотя бы. Не причащаю тебя за то, что давай, хотя бы месяц там, вот, помолись, его, а потом приходи. И в карту, я не знаю, под карту, помилю. Потом приходи. Нет. Если отлученный, он должен приходить и быть на богослужение. А не так, что батюшка отлучил его на два года за пенку. И он два года может теперь ходить, гулять, пить, а потом придет. И такой номер не пройдет. Он должен ходить. Образно говорить. Хотя, ну, какой-то опыт начинать. Вот, в храмах есть вообще сейчас, как мы ездим, мы не знаем. Вот так. У нас это есть. Священники говорят, если отключить правила, то никто не будет ходить. Мы говорим ложь. Это обман. Будут ходить. А сколько они считают? Подготовка идет. Ну, я говорю, самое большое. Ну, два-три занятия, там, минут по тридцать. Я говорю, а у нас пятьсот пятьдесят часов. Ну, что, разница? Да они, да, рядом не стояли с нашими. С нашими, вот, с нашей подготовкой-то. И когда наши люди появляются где, вот, в храм приходим-то, а священники подходят и спрашивают, а это из какого монастыря приехали? Монастыря. А у них рядом ребятишек толпа стоит. Они все по форке где-то, ну, вот. Видите там, где фотографии-то есть. Священники ничего не могут делать. А он стоит просто, видит, толпа шатается туда-сюда, выходит, торгует, покупает, двигается, разговаривает. Они ничего, ничего не делают. Они абсолютно посторонние. Там, за дубовыми дверями спрятались, за этими иконостасами. Нет, вы понимаете, смотрите, ситуация, да, человеку, который прожил, допустим, в городе, вот, глядеть на ваше облачение сейчас, да, да, ну, это дикость, да, ну, цирк вообще, это, в глазах, да, выглядит человека такого, верстого человека. Опять же, вот, предложить ему так, вот, такой, да. Нет, это, 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 что надо, как говорится, голову поменять человеку, поставить другим, другой ему голову, чтобы он совсем или иначе мыслил, как это, такой, ну, ладно, борода, ну, такую же, одеть рубаху, выпустите, это еще что-то. У нас, интересно, сестра, Нина Желгора, поехала там, ну, у нее отсюда около ста километров, ну, и вышла на остановку-то, а там сестры-то ее увидели тамошние, совсем не нашего круга-то, как она одета в два платка, побойник, а это все на картинах Репина, Сурикова, Поленова, можешь посмотреть, как одевались русские-то люди-то, мы ничего не придумывали. Да как, так, что-то отключилось? Нет. Что-то сбулькало тут. А они, как это красиво, да как это что? Они из-за платков только с ней познакомились. Наоборот, это вызывает в людях восхищение, а которые не хотят, как это не хотят? Где это такое было, то, что вы не хотели, такую красоту? А ты посмотри на картины-то самых знаменитых художников, как русские люди одевались-то? Вот где не посмотришь, даже Лев Толстой стоит, рука за пояс, всегда рубашка была на выпуске, пояс, это форма русская, сейчас выступают разные ансамбли, казацкий хор, другой, какой бы ни был казачий хор, везде рубахи на выпуске, пояса да еще с кистями. Они ответили, что врачи и кальчу не носили, и шлем за поясом носили, не могли бы сейчас ходить кальчу, и по городу там милиционеров, правильно? Вот. Времена-то меняются. Меняются. Человек не меняется, он тоже остается, еще больше только грешит. И вот священники, интересно, я говорю, а вы для чего семинарию-то окончали-то? Ну как, чтобы... А что вы узнали в семинарии-то? Ну, пять лет там протололся. Расскажу, он ничего не может рассказать. Я говорю, вас учат одному, оправдывают любое беззаконие, больше вас ничему не учат. Кто какой пришел, чтобы не трудиться, вы сразу понижаете планку. У вас планка лежит в грязи. Да какие же это чемпионы-то? Туда веди твоих героев. Мы бежим на ресталище. Ничего. Посты сплошь нарушают. Даже понятия не имеют. В одном и том же храме при живых женах два-три раза венчают. Беззаконники они, попы. Лютые волки. Я говорю, почему апостол Павел назвал нас лютыми волками? Как они не любят? Так это деяние апостолов, это не Игнатий говорит. А он сказал, что лютые волки. А мой отец, батюшка, и говорит, так так же написано. Он даже не знает, что так написано. Безбожники это только волки. Коммунисты, фашисты это только волки. А священники-епископы лютые, бешеные волки. Они не знают, за что укусить и как. Они не знают слово смирение. Смирение только от других требуют. А сами не смиряются перед заповедями Христовыми. А когда ты заповеди Христовые исполняешь, да он мне сказал, неладно там, или я никогда даже этого не замечу. Почему? Мое я умерло. А когда их это так трогает, это говорит, что они не сделали даже полшага за Христом. Чтобы пойти за Христом, надо три шага сделать. Три этажа. Первый, отвергнись себя. Первый. А как отвергнись? Ну, один там, Захария был такой. Он сорвал себя, эту, камеловку-то. И давай ее топтать ногами. Вот так, говорит, надо со своим я поступить. А другой показал, говорит, а что такое? Ну, ученику-то. Который спросил, как отвергнуться себя. Он говорит, ну, еще кладбище. А вот это, ты видишь памятник? Да, это недавно похоронили главного прокурора. Вот сейчас тебе задание. Подойди к нему и говори самые хорошие слова, какие знаешь. Он подошел, ты дорогой, да тебя так любили, да без тебя тут беда, да зачем осиротели мы без тебя. И что? Вернулся. Ничего, молчит. Теперь говори самые плохие слова. Ну, а тут он много знает про прокурора. Ты кровопивец. У вдовы у той корову отобрал, у этого барана зарезал. Ну, все ему высказал, все, что тогда боялся сказать. Ну, и что? Молчит. Вот такой ты и будь, как Пушкин писал. Приемли все равнодушно, не оспаривай глупца. Они этого не знают. Самый маленький намек, что я сказал. Я еще даже не сказал, он уже от страха умирает. Ему надо меня прижать. Где у него смирение-то? А он бы поблагодарил. Зато он говорит, поблагодари за намерение. Я на него не обижаюсь. Он что говорит сейчас там? Гонит, кажется, пургу. Меня это не касается. Во-первых, это не сходится с моей биографией, с моей жизнью. Оно совершенно чужое. И мое отношение к нему ни грамма не изменилось. Я его сегодня могу принять, накормить, напоить и спать уложить. И про него говорить там, чтобы его где-то не слушали. Как там Андрей Забуранный, который-то Забуранный. Чего бы радит? Это его путь, это мой путь. А им надо так, чтобы никто не слушал, никто не говорил со мной. Кто со мной будет говорить, я его и с друзей сразу выключаю. Это сразу они. Они все одинаковые. Они лютые волки. От меня с друзей уходят. Я же как начинаю, там, что-то в вашу расчету, да, или ролик какой-то. От меня, я смотрю, убавления идут. Раз, два, три, там, день. Раз, раз уходит. Кто-то уходит молча, а кто-то там как даст реплику какую-нибудь, и все. И смотрю, или в черный список, или в этот самый, или уходит. А до этого прям, ну, такие были, как говорится, речи там, и вы там, и как бы вы там, молодец, и все. А еще Плавкин, и все, и да ты, ты, как ты мог там. Ну, тут главное-то я-то не изменился. Вот когда он говорил хорошо, и когда говорит плохо, я один и тот же. У меня полвека ничего не меняется. Меняется-то он, он даже этого понять не может-то. Измену-то он совершает. Только что нахваливал, такого больше нет у нас. Да-то ты же говоришь-то. Твои-то слова остались записаны, а теперь умираешь от твоих слов. А я тебе тогда уже говорил, я так подвох от вас ожидаю. Я ему в глаза сказал. Потому что я знаю это, ну, я благодарю Бога, чтобы нормально стали говорить-то. А там внутри этот яд-то оставался. Ну, и наконец-то это Господь расшевелил, разворотил это болото. Нет, а вот я смотрю, где-то на Кавказе, священник один там есть, беседовал у вас тоже такой, в возрасте батюшка. Не помню, где он, где-то на Кавказе. Вот, вы сидите с ним, беседуете, а он где-то десантник какой-то, и я не помню, в общем, из военных там откуда-то он. Вот, он знает. Парашютист-то. Парашютист? Это отец Игорь Бобриков в Адыгее. А вы его хорошо знаете, да? Первый раз. Совершенно не знал. А он о вас, о вас все знает? Да, конечно, нет. Ну, я ему подарил много Евангелий. Я не знаю, 600, кажется, Евангелий ему только подарил. Потому что он в воинской части работает. Несколько комплектов. То есть я очень большие подарки ему сделал. Ну, я вообще... Я думаю, если бы он узнал, он бы тоже, конечно... Ну, освещение всегда найдется, как говорится. Что вам повесить, как говорится. Вот, и сказать что-то, да. Ну, это можно, конечно, наговорить. Но впереди-то еще суть Божий будет. Тогда где их вера-то? Где их терпение? Где смирение? Я вот к чему, к чему, просто, не в голове, то, что, то, что, конечно, сейчас времена вот какие... Наступают времена, какие... Я вчера выставил видео, у себя не выставил, а просто там комментарии дал. Значит, статистика такая. За 13-й год в Россию въехало 13 миллионов граждан из стран бывших, ну, СССР в общем. 13 миллионов въехало. Это одно десятое население. То есть, тут идет счет уже на годы. Идет полномерное перенаселение страны. То есть, вытеснение русских, замена просто на другой народ. И, я не знаю, как сейчас думают мусульмане. Показали уже у них показательный такой был выход. Они собрались на площади, там где-то около полутора миллиона. На один день вышли около полтора миллиона мужиков. Да. И вот нам вот так вот, как говорится, с Лапкина там поносить. Как можно его поносить? Его надо сейчас в охапку хватать. И, как говорится, людей просто носом тыкать в эти сайты, в эти форумы. Вот, и начинать людей как-то приобщать к храму. Вот, не то, что через какие-то сладкие там сказки, а вот именно вот через вот эти вот прямоимильные высказывания. И вот люди даже не знают, что им делать. Они... Я вот спрашиваю, ну, для чего ты ходишь в храм? Ты мне объяснила. Вот он ходит 10 лет в храм, да. А я говорю, а чего ты туда ходишь? Ты не можешь объяснить. Ну, глаза опустил и молчит. Люди не понимают. Они приходят, ну, вроде надо идти. А приходят, а зачем ты, что пришел? Объяснить не может. Слушай, так вот как раз такие-то прихожане Попу и нужны. Есть такой игумен, а может, он сейчас архимандрит, Петр Мещеринов. Он настоятель Данилова монастыря в Москве. Это очень известный монастырь-то. И он говорит, у нас лубочное христианство-то. Лубочное. Вот и все. Люди совершенно не знают Христа. Ты, говорит, вот исповедуешь его, батюшка, а то Алферов говорит, и покажи на свой наперстный крест, и скажи, кто изображен? Ты ее причастил. Она понятия не имеет-то. Придумали, спас Ореховый, спас Медовый, спас Яблочный. Какой Яблочный один спас? Кровавый Голговский. Это все игра. Куличи разные. Я говорю, кулич такой высокий. А что он означает? Означает гроб Господень. Да вы что, гробоеды какие, или что? Гроб означает. А другого толкования-то нет. Яйца там. И у нас есть и куличи, и яйца. Ты понимаешь, что одно дело традиция для шрева, другое дело в Бог. Он воскрес. И что вы ищете живого среди мертвых? Это Андрей. Андрей, говорю. Отец Дмитрий Смирнов говорит. Вы приходите в храм, вы ничего не знаете. Вам это не надо. Это в Москве, в центре храма, говорит правая рука патриарха Кирилла. Да и сам Кирилл-то об этом говорит. Они ничего не знают. Мимо их идет. Призывает к полному погружению, к крещению. Патриарх Алексей Второй. И потом говорит. Я дословно привожу. Полтора года прошло, но все стоит на месте. 98% священников меня не слышат. Это что, мимо прошло? В это число и вы входите все. Привыкли мочить лбы. 98% это сетует патриарх. Вот и все. Им рта раскрыть не надо. А что, что они сейчас крещат о полном погружении, начали строить, вы их спросите. А откуда это движение-то началось? Его же никогда не было. Почему? Я 30 лет распространяю материал о полном крещении, перепечатал на машинке. На машинке. И рассылал. Это все в книгах, везде сказано. А теперь, ну а теперь, стали купели строить. Устроят, да не крестят. Прикрыли их мраморными плитами. Тут же как? Как все просто? Ну, тут же... Вот он, Латкин, пожалуйста. Вот его помог вы видите, да? Да. Это у вас у каждого прихода есть сайт. У каждого абсолютно. Вот если не можешь донести до народа истину, вот поставь прям себе вот эти вот все голые же, вот эти ссылки, и приди и скажи, так, ребята, вот есть интересная информация. Вот у меня приход, у тебя приход там 300 человек, там 200-300 у каждого. Вот. Это же... Это и пойдет какая-то перемена в мире. Это сразу как склыхнет народ. Как это же... Блажен и миротворцы. Это одно блаженство, которое уподобляет Сыну Божию, Христу. Ибо Сынами Божьим на речи, говорит Иоанн Влатоуст. Вот вышли они полтора миллиона этих мусульман. Они все как один. Здесь все друг с другом грызутся. Эта нация должна быть истреблена, как план Даллеса предусматривает. Никакого мира нет. Я никому ничего не сделал. Они видят только то, что я написал. У них одно убить, изжечь, уничтожить. Они ничего не понимают. Они как демоны. Конкретно невины никакой нету. Ничего нету. Скажите, что вы беснуетесь? Нас совсем мало. Из тех, которые ходят, вот, которые в ха... Крещеные, которые мощеные-то. 0,3% только что-то знают. То есть на 300 человек один. Поэтому они терпеть не могут, если кто-то рядом с ними знает, ну, встал или вперед и их выдвинулся на один шаг. Они вот всей своей массой навалятся, чтобы сместить. Но Бог сделал так, что они ничего со мной не могут сделать. Они всегда бьют от его начальника, а тебя выкинут. И ты будешь голодный, как пес под чужим забором. Ты живешь в церковной квартире. У меня дом свой. Работа меня не тронут. Образование, диплом похоронил. То есть они ничем меня не могут ущемить. Никак. Вот и весь ответ. Их трясет буквально. А сами потом поза глазами спрашивают. Я тут рассказывал, не знаю, вам говорил, нет. Вот как у меня тут был один. Вам я рассказывал, нет. Я в Алтайском государственном университете еще вел занятия там. А внизу у них там антропологический музей. Там могилы раскапывают, древние курганы. И там этих черепов человеческих полно. А заведующий, видимо, бил у них Ганченко Анатолий. Такой высокого роста, русоволосый. Видно, что спокойный-то. И уже в Терсу тогда была секта, такая церковь Христа называется. Ну, ересь из ереси-то. Он уже туда впал. Я один раз пришел к нему на занятия. Пришел, у меня время есть. Я поговорил. Я говорю, зачем вы черепа трогаете? Это трогать даже нельзя. Это грабокопательство, смертный грех. Ну, проходит какое-то время. Ну, я ему объясняю это по православию. Он ничего не знает совершенно. А секта его обуздала. Ну, прошло совсем немного времени. А мне и говорят. А вот этот Ганченко Анатолий-то. Он монашество принял. Какое монашество? То он неверующий. Его эти слова полностью переделали уже. Он пришел, стал монахом и уже иеромонахом. Проходит маленькое время, и он заболел. Его теперь сначала назвали его Матфеем, а теперь он уже Авдеем стал в химии. Вот это да, думаю. Вот это сиганул через мою голову. Ну, и я уже никто. Но нигде не поносит, но уже знаться не знается. Его направили к какой-то тут недалеко деревеньке. И случилась неприятность большая. Храм сожгли. И архиерей на него этот храм вешает. Ты сам виноват. И он ничего не может сделать. Остался без храма, без средств существования. И что он надумал? Он сразу вспомнил про меня и ко мне на квартиру приехал. И вот я разговариваю. Здесь он на стуле. Еще один священник там, кажется, был, с которым с нами в хороших отношениях. Он ему стал рассказывать. И сразу выход только на меня. Он пришел и начинаем беседовать. Что дальше делать? Я говорю, а зачем тебе храм-то? Архиерей сказал, чтобы я заново построил храм. Ну, храм заново построить, это не шапку купить. И так понятно. Я говорю, зачем тебе храм-то? У тебя есть тут сколько? На три года у меня переводили с места на место. У тебя есть хоть один человек, который к тебе расположен? Да как, меня все уважали, у меня все в деревне там. Ну, приходили. Ну, правда, он и сказать может, и видом своим привлекал. Я говорю, ну, ты у какой-нибудь бабки там где-нибудь остановись на квартире-то. Да, с другой познакомься-то, найди хорошее помещение. Не ходи-то за архиереем, то он его не принимает архиереем. И начинай там свидетельствовать, чтобы у тебя было мощное ядро. Да вы что? А ты как, я говорю, понимал? Только так? Почему вы все время щучилом выглядите-то, трухой набитой? Да выйди к народу-то. Да чтобы люди-то собирались-то. Но они не знают этого. Я вот в Москве был, когда бы не был, в те годы приезжали, мы сразу везде сообщаем по телефону, все собираются. Собрались. И главное, помню, группа большая людей-то. И они спрашивают, а эти люди откуда? Я говорю, я не знаю откуда. Так это не с вами. Я говорю, нет. Они спрашивают, а вы откуда? Да как откуда? Мы москвичи. Вы москвичи, а где живете? Они говорят, какого-то сокола. А вы? Ну а мы там, называют там, береговая. Ну надо же, говорят. Из Барнаула приехал, чтобы нас везти вместе москвичей. Из Барнаула. Они живут в одном городе, ни разу не собрались, друг друга не знают. Ну у каждого храмы. Я говорю, вы должны знать всех до одного. Как мусульмане собираться. У православных этого нет. И они друг за другом гоняются. Двух не найдешь, чтобы одинаково понимали. Ну не так я понимаю. Не так. Но у меня обоснование на святых отцах, на канонах церкви. А у тебя-то ничего нет, кроме ненависти. Ну даже у тебя нету, но все равно ты успокойся. Какой бы он ни был, чего ты вдруг его блокируешь? Ты не подходите. Я кто с ним знается? Я тех из друзей выбрасываю. Притом все одинаково так поступают. Сто процентов. Кроме наших, которые к нам близкие. Я уже знал, что другого результата не может быть. Почему? А это пробитая дорога. Грех монотонен. Они не могут по-другому. Есть такая притча. Змея просит черепаху, перевези меня на ту сторону реки. Она говорит, да ты же жалишься. Нет, я не буду. Она говорит, ну садись тогда. Она села на панцирь-то и поехали. Черепаха перевезла ее, только она на землю сошла. И змея сразу раз ее в шею укусила. В шею. Она говорит, зачем ты так взяла? У меня дети, они остаются. Она говорит, а я по-другому не могу. Она змея. Вот эти попы, они со мной точно так же. Они питаются, у меня берут, слушают и жалят. Это змеи по рождению Хинина. Но опять же, они страх их борет. Они все равно их же склоняются и в то же время бахают вот этот вот страх их и уничтожают. Не то, они боятся, просто боятся. Да, это именно так страх. Больше тут ничего нет. Животный, дикий, необоснованный страх. Просто на нем получает, и тут же влада жена, дети, и все, и он, у него просто разум помутнился, и все, и тут же дает отрицательные ответы. Молиться надо. Мы вот молимся о них. Я когда едем дорогой, храм есть, мы всегда перекрестимся и сразу молимся. Господи, сохрани нас от лютых волков, не щадящих стада, которые говорят превратно, чтобы увлечь учеников за собою. А попы-то это знают, что это, которая фраза-то из 20 главы Деяния апостолов. Я их не называю никак, просто, Господи, сохрани нас от лютых волков. Слово лютые волки встречается только один раз в Библии по отношению к священникам. Мы однажды идем со знакомым священником, он хорошо приезжает, батюшкин друг, 30 лет дружит. И он говорит, а вот написано, что человек шел из Иерусалима в Иерихон, напали разбойники, а потом бросили его из раненого, едва живого, и мимо шел священник и не остановился. Почему Христос в этой притче самым бессердечным вывел именно священника? Не сказал, шел воин или шел земледелец, а потом, говорит, левит шел, ну это как диакон. Отошел, посмотрел, то есть у него еще что-то человеческое есть. Тоже помощи-то никакой от него нет, это поповская закваска. А вот самарянин-то, другой веры, иностранец, и он его посадил, в гостиницу отвез, дал два динария. Два динария это ветхий новый завет, Златоуст говорит. Ну что, потратишь сверх того, то я вернусь заплачу. А что сверх того, потратишься в толковании, в проповеди. Толкование-то дано. Так они попыток не получили ни динарии, и у них и гостиницы нет, ничего нет. У них нет ничего, они мимо прошли. Мимо. Они никого на осла не посадили, не привезли. Они этого не знают. Им надо нести. А кто, говорит, в рот им не кладет ничего, против того объявляют войну. Пророки сказали это. И все равно мы должны признавать их. Я когда скажу, они не оправдываются, когда я разговариваю с ними. Ну и как вы после этого можете уважать нас? Ну вот я сам не знаю как. Уважаю и преклоняюсь, и целую вам руку. Я же за углом-то не шепчу. Но и кодить вам лишнее не буду. Я вам должен сказать все, любя вас. Сейчас вот возьми интернет, открой. Кого у нас слушают уморные священник? У нас они на пальцах одной руки, можно пересчитать, кто у нас проповедует сейчас в стране. Вот. А кого у нас еще любят слушать? Осип у этого Дмитрия Смирнова, потом Олега Стеняева, да и еще там пару священников. Ну да. И что? А что сделать? Как быть-то дальше? А они об этом не думают. На наш век хватит. Ну и именно что на наши... Их сейчас в любой день операцию такую проведут сейчас. Те же, допустим, азербайджанцы, да, азербайджанская там диаспора какая-то, да, вот. Они там акцию эту проведут в один день. Их прямо убирают и все. И что мы завтра будем слушать? Кого мы завтра слушать будем? Ну что, говорит, посеяли, то и пожали. Они сеют все время ветер. Они никогда не оправдаются только против меня. Вот представьте, что мы собираем людей, встречаемся, священники знают. И они вызывают милицию, натравливают и говорят, это свидетели Иегова там или это американские шпиона. Они как бешеные псы кидаются. Его я не зову, ничего не трогаю, в храм не захожу. Я договорился с администрацией района. Они милицию вызывают. И милиция ни разу, нигде нас не тронула. Потому что ничего не подтверждается. Они совершенно безумно себя ведут. Притом везде одинаково. Вот это и есть сергианство, предательство. Они не могут по-другому. А при чем тут я? Я пришел в ваше село, и у людей на тысячу человек нашел даже два, что ли, новых завета. А мы раздали там бесплатно новое заветное псалтиры, 450 экземпляров. Я должен их купить, привезти за 200 километров, раздать. А ты меня полощешь, поп, совсем сдурел. И людей-то всех я направляю в твой храм пустой. У тебя никого нету. Шесть человек только и приходят. А священники, там монахи, семь человек. И шесть прихожан. Вот так. Как они не любят. Не любят. А я это знаю. Вот начинает, я говорю, когда жалуются люди, как правило, на пенсии. А ты чем болеешь? Я говорю, а что это такое? Ну как болеть? Я говорю, ничем не болею. Как? Я говорю, а почему я не болею-то? Ой, как они? Если бы я просто сказал, а то я на себя опять обращаю. Не болею, я говорю, ни одной таблетки еще за всю жизнь не съел. Как? Мне этого хватает? Я считаю, что у меня по высшей шкале Бог выдал мне. По моим грехам. Я все, пища у меня переваривается в желудке. Сплю, отличный сон. Еще мне надо-то. Мозги шевелятся. Какая болезнь-то? Вот, естественно, старение организма. Деревья стареют и умирают стоя. Они не любят, когда я им так говорю. А что вы хвалитесь? Да чтобы вас потревожить. Чтобы вы не стонали, по врачам не ходили. Написано, аса заболел ногами и взыскал, говорит он, не Господа, а врачей. Зачем так написано? Взыскивать Господа и врачей – это большая разница. Хотя написано, благоразумный человек, 38 глава Сиарахова, говорит, не будет пренебрегать врачом. Ибо иной раз и в их руках бывает успех. Иной раз. Может быть, один раз на десять. Я лежал не раз в больнице, у меня разные операции, тяжелые были. Я раздавленный человек. Еще спрашивают. Это физическое повреждение, ударили, уронили на меня. Я в странностройке проработал всю жизнь. Надо жить интересно, красиво. И даже в бедности быть азартным. Как будто у тебя это последний день, и дальше ничего не будет. Надо уметь наслаждаться жизнью. Да, а мы при этом еще в той же параллели с тем, что есть смерть, и что ее не сбежишь. Люди сейчас любыми путями пытаются уйти от этого понимания смерти. Его не надо. Не говори, а то я больше приходить к тебе не буду. Какая смерть, ты что? Сейчас он... Я не мой друг, там, когда я пришел, я ему... Но смотри, еще там 20 лет назад, как хоронили там музыку, все. С виды бросают, несут. Процессия такая. Человека хоронят люди, подходит там, его целуют. Дети подбегают, смотрят. А сейчас из-за подмена прям вынесли, аккуратненько в катафал, закинули. От этой самой отвезли, закопали. И все, и пошла свадьба. Вот. Это вот такой тип сейчас у нас похоронные дети не дают. А не папа, или а не дедушка. А он уехал, он потом, и он нескоро приедет. И вот максимально отборачивают от смерти, от внимания смерти людей. Любыми путями. И нигде, и в храмах никто не хочет ничего не говорить. И все боятся. О смерти сказано в раю. И будет последний раз в откровении говорится. Господь говорит, смертью умрешь. Это первая глава бытия. И последняя глава говорится, и смертью отброшена в озеро огненное. О смерти необходимо помнить и говорить. Потому что в вечерней молитве говорится, вот мне смерть предстоит. Вот гроб принадлежит. Молитва-то вечерняя, каждый раз. И мы ложимся в постель, как в гроб. И утром вставая от сна, мы как бы воскресаем. Это же заключенная вечерняя молитва. Значит, они не молятся, эти люди. Вот так. Боятся, боятся. Веры нет вообще никакой. У нас и так ее никакой нет. А это даже и намека на веру нет. То есть даже минимального какого-то намека. Да, понятно. Откуда ее взять, эту веру? Откуда ее взять, если голова забита проблемами житейскими? Что, надо двери менять в квартире? Что, голова забита? Какая там молитва? Помолиться, чтобы Господь дал суду, пойти завтра двери купить, поставить. Чтобы вот это вот все поставили. Теперь думать будем, как будем кухню новую, шкафы менять. Вот она вся вера в это наше и осталась. Да. Ну, короче, я так думаю, такое мое умное заключение, что приехали мы. Все, дальше некуда. Мы даже отказываемся, я говорю, отказываемся даже от какого-то... Это шанс, вот Лапкин, это шанс на спасение. Ребята, давайте, слушайте Лапкина. Приходите, садитесь дома, включайте, слушайте. Вас это может изменить, изменить к лучшему. Нет, отсюда, как бы, если просто сейчас они не дают имя Лапкина, они просто сдвинуты на это уже, прям, без ненависти, если будет, там, и мады такие подбирают, и какие-то изощрённые, прям... Такая ненависть. А откуда? Ты задай себе вопрос, откуда у тебя вот это? Откуда это? Что ты знаешь? Что ты можешь поделить, что он детей насилует, или он ходит в головы, там, с этими, с флагами, с радужными, с апдомитами? Откуда к нему ненависть-то? Ты посмотри, научись от него. Ты не найдёшь сейчас люди, на фоне есть такие, но они, ты не найдёшь, они где-то в горах, в лесах спрятаны такие. А это живое, он, глянь, ходит в этих штанах, в сапагах. И езжай, смотри, посмотри, да хотя бы на него. Это же чувство. Они ни один объяснить-то не могут-то. Я говорю, а это вот ты чувствуешь на другом уровне. Это духовно. Писание, если бы они считали, они бы это, конечно, знали. Вот от нас идёт запах особый, Павел говорит. Для одних живителей на жизнь, а для других смертоносный на смерть. И они попадают в эти, вот, запах-то есть, а он их раздражает. А, в общем, они выразить своими словами не могут. Что с ними делается? Я говорю, так это в обличении. Понимаете? Жизнь человека, который живёт по Евангелию, он жизнью своей обличает всякого, кто живёт не по Евангелию. Не надо даже ни одного слова говорить. Ты сразу видишь, как же так можно жить, разве там можно так жить? Вы скажите, вот у вас ходят люди в храм, многие ли платят десятину? Ну и всё кончилось. А десятину платят только там, где есть членство. А адвентисты седьмого дня платят десятину. Свидетели Иеговы платят десятину. Ну, по порядку. Даже русско-православная зарубежная церковь, у них платили, называется, членские взносы. Если он не принёс, у него нет, его на исповедь не принимают. Это закон был? Закон. Законы у левитов. А сейчас священства-то нет. Нет, написано с переменой священства, а не с отменой. Вы тут опять ошиблись. Перемена? С переменой священства, переменой закона. А как тогда понимать? Если ваша праведность не превысит праведности книжников и фарисеев, никто не войдёт в Царство Небесное. Значит, мы должны узнать, в чём была праведность книжников и фарисеев, и взять по другой шкале повыше. А что фарисеев говорил? А вот я даю там то другое, вот это всё в тебе должно быть. Господь говорит, не надо было и того оставлять, и этого. Он пошёл, не сказал неоправданное, а более оправданным. Они считать не умеют. У него всё было правильно. Неправильно то, что он судил человека, которого знал вчера. А мытарь-то этот стоит сегодняшний, он судит того, которого нету. Не так, как прочее и прочее. Они ни на один вопрос ответить не могут. Они мстительные попы ужасно. Я представь себе, я в разных университетах, во всех отделах милиции, во всех отделах городском краевом УВД много лет провожу. Мирянин, их священников, толпы, их никого не приглашают. Почему? Почему я веду регулярно три радиопрограммы, одна прямой эфир в течение одного часа каждого воскресенья. Вёл раньше. А их не приглашают. Почему? Они вопрос-то не могут задать даже. А у меня никакой власти нету, никакой нет. Просто так Господь сделал. Воинские части. Меня везут в разные части. Собрались полковники, на дом ко мне приехали. Одновременно, помню, танковые какой-то, бригады там. Мы вот тут решили зафрактовать самолёт вас, из одной части другую из города в город, чтобы быстро перевозить. В самом большом кинотеатре набивает несколько этих... воинская часть меня по коридору, там, где возле стульев-то, протащить не могу, за руку тащат. Столько людей, перед которыми я должен выступить, рассказать основу христианства. А попы от злости лопаются. Они ни разу меня не поддержали нигде. Да я в них и не нуждаюсь. Я спрашиваю, почему не вас зовут-то, когда у вас золотые ризы, а я в заплатах весь. Это Бог делает так. Они не понимают, против чего руку поднимают-то. Богу было угодно избрать меня. Говорят, а вас отверг. Как Давыд сказал в Милхоле. Вам это не дано. А мне дано это... День и ночь нестись Святое Слово. Ну это, опять же, это вот легко проверить. Вот, человеку сомневающемуся, допустим, кто такой Лапкин, да? Ну, смотри, это же проверяется легко. Он, смотри, как все это... Вот он просто... Он любое и будет. Просто 50 лет посмотрит за истину. Вот он, да? Как Господь сказал, по плодам их узнаете. И вот, смотри, его плоды, они вот, они прям все вот смотрят на сайте. Тюрьмы там все, видите, гонения, все вот его все там... Там на него слова. Вот они говорили, ну я тебе могу сейчас показать все слова. Вот это все, что, знаете, как... Да нет, он... Они мне говорят, да нет, он у него дьявола вот так научил проповедовать. Вот Слово такому он обучает его. Вот таким вот, такой память он ему... Ну, это все, что, как священники против Христа, это он изгоняет дьявола, силой дьявола, да? Да. Это так же Лапкино. А от дьявола это самое, вот это вот сила проповеди такая. То есть это хулители Духа Святого. Они, может быть, перешли уже грань, откуда возврата не будет. Хулана Духа Святого не прощается ни в 7 веке, ни в будущем. Они безумствуют. Никакой молитвы за них уже Бог не принимает. Они только ожесточаются и все. Ну, что, давай прощаться до следующего раза. Ну, да. Спаси Христу, что позвонил, сказал и слава Богу. А мы только что молились о Тебе. И тут сразу Ты отвечаешь. Ну, и болезнь, что-то вроде стал. Ну, вот Господь сделал так. Я еще могу сказать. Бог, Господь слышит молитвы. Ладно, давай. Слава. Благословляй нас, а мы Тебя благословляем. Благослови. Спаси Христос Тебя, дорогой. Слава Тебе, Господи. Это Бог так сделал. Совершенно незнакомый человек. И смотри. Это Бог так сделал. Я благодарю Господа. Вот, тут у меня сколько пришло. Надо сейчас разбирать. Мне ложиться надо.